МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телеканал «Видное ТВ» начинает свою работу в прямом эфире. Сегодня у нас в студии Дмитрий Владимирович Волков, первый заместитель главы администрации Ленинского района. Дмитрий Владимирович, рада приветствовать вас в нашей студии. Добрый вечер, Елена. Когда мы анонсировали ваш прямой эфир, то мы говорили телезрителям о том, что мы будем обсуждать темы образования, здравоохранения и социальной политики. Ну и предлагаю как раз начать с дел школьных, потому что еще не так давно мы провожали детей на первом звонке, это наши выпускники. И я предлагаю перенестись в 25 мая и вспомнить, как это было в Булатниковском сельском поселении. Сейчас. Сегодня они пришли в школу не для того, чтобы получать новые знания. Это утро для ребят важный момент в жизни. Пока еще в статусе школьников переступили порог учебного заведения и заняли место за партой, чтобы услышать свой последний звонок. 11 лет ребята учились дружить, узнавали науки и набирались опыта. Все эти знания пригодятся им в новой, взрослой жизни. Со школы они прощаются навсегда и уступают свое место первоклашкам. Проявляются некоторые черты сентиментальности, потому что ты думаешь о том, что ждет этих детей. И, конечно, хотелось бы им пожелать все, что они задумали, у них обязательно получилось. Но никогда не нужно бояться ошибиться, ведь ошибку всегда можно поправить. Бутовская школа номер один молодая. Этот выпуск для нее всего лишь третий. Но в этом году она выпускает для себя рекордное количество детей – 22 ученика. Кто-то проучился здесь совсем немного, но для каждого из них непременно запомнится именно этот последний класс. Тебе кажется, что поначалу школа как-то долго, как-то трудно. Но вот я уже в 11 классе стою, а я думаю, а когда-то ведь был только еще в первом. И так хочется вернуться немножко, хоть чуть-чуть назад. Выпускники не могут сдержать слез. Для кого-то это слезы радости, для других – грусти. Видно одно момент – этот ни одного из присутствующих в зале не может оставить равнодушным. Я так переживаю, мне кажется, слезы радости, потому что все закончилось, но в то же время все печально, потому что больше, я думаю, мы так не будем часто собираться с одноклассниками. Мы не будем видеть учителей так часто. У нас не будет рядом наших наставников, которые помогали нам. Поэтому, наверное, вот эти слезы. Подобная картина в этот день во всех школах района. Впереди у ребят экзамены и выпускной вечер, после чего они простятся с детством. И начнется новый этап в их жизни. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Ну, слезы уже высохли, потому что не до слез сейчас. У выпускников начались ЕГЭ, а это дело серьезное, определяющее во многом будущую жизнь. Ну, а, как бы сказать, в общем, учебный год уже закончился, и какие-то итоги можно подвести. Как он был, каким для Ленинского района? Чем мы гордимся? Чем порадовали нас школьники? Каких успехов добились? Ну, так и хочется сказать, в Инстаграме, когда смотрели, такой хэштег был популярный. Они наплакались. Это я по поводу последнего звонка. На самом деле, также присутствовал в Видноском художественном техническом лицее. С одной стороны, удивляешься, в первую очередь, нашими учителями о том, что, смотря на их глаза, на самом деле, диву удаешься, что они каждый раз пропускают это через себя. Казалось бы, уже нужно задеревенеть, и все остальное переживает это все вновь и вновь. И им за это, конечно же, большое спасибо. Отдельно хочется, конечно же, сказать спасибо родителям за их терпение, за соработничество со школой. Ну, а детям всегда хочется пожелать, конечно же, удачи, счастливого путь, чтобы их путь был всегда направлен в профессиональную жизнь. А благодатная видновская земля всегда их будет рада приютить, трудоустроить и, конечно же, в перспективе гордиться. Потому что мы на молодежь делаем всегда большие ставки. Если говорить в целом о подведении итогов, все-таки это последний звонок. Это определенная черта и подготовка уже в дальнейшем, конечно же, школ к новому учебному году. Но год для нас был довольно-таки, я бы сказал, плодотворный. Не только, несмотря на то, что у нас детей гораздо больше стал контингент, мы смогли сделать большой прорыв в области ликвидации второй смены. Это все-таки указной показатель президентам. И мы уже, действенные меры были предприняты в этом году, 1 сентября, в данном случае, 16-17 учебного года. Дети у нас уже обучались во вторую смену не в 8 школах Ленинского района, а в 4. То есть благодаря... 50% успеха. 50%. Если брать, как это говорится, в абсолютных величинах, даже чуть лучше, у нас было 13,6%. Мы перешли на 6,3% в относительных величинах. Было 1967, если быть прочно, детей. Значит, у нас стало практически, и более чем в два раза мы это все ликвидировали. За счет чего? Ну, вы все были свидетелями того, что и губернатор у нас был, и новый министр образования, Ольга Юрьевна Васильева и Андрей Юрьевич, открывали школы с вами, и 10-ю, которая позволила как раз-таки ликвидировать вторую смену, и в 9-й школе, и в том числе удержать 6-й микрорайон в односменном режиме. Для нас это тоже важная территория застройки, потому что если в целом, конечно же, брать историю с 6-м микрорайоном, то в рамках социальной инфраструктуры, конечно же, мы, Ленинский район, с учетом сложившейся ситуации, отстает, особенно в сфере дошкольного образования. Но про школы, как я уже сказал, значит, мы рады и в Бутовскую школу мы открыли номер 2, за счет этого смогли также не допустить истории со второй смены в Бутовской школе номер 1, ну и открыли красавицу, Видновскую вторую школу, новые адресы она получила, сейчас мы реконструируем существующие и откроем на улице школьные начальные классы, как раз-таки создавая историю и инфраструктуру, мы делаем отдельные медблоки, мастерские, спортивные залы. Мне отдельно хочется поблагодарить, конечно же, нашу Видновскую гимназию. Почему не говорю отдельно? Потому что она не только нам дала 100 бальников, у нас и первая школа отличалась, и седьмая. Она стала самой лучшей, вошла в топ-500 по России, в топ-100 по Московской области. Я открою уже карту, вот буквально недавно по поручению губернатора был составлен рейтинг учреждений, в данном случае рейтинг эффективности деятельности директоров школ. Вот просто вдумайтесь, здесь более полутора тысяч школ Московской области, Видновская гимназия на втором месте. На первом и то областное учреждение, физмат, лицей, которое областного подчинения, то есть если мы говорим про уровни школ, единственная наша Видновская гимназия, исходя из того, что на третьем месте по несколько школ, на четвертом, заняла второе место. Это о чем говорит? Не просто о том, что мы в топе, в местах, но это конкретно эффективно стимулированное будет. О чем имеется в виду? Оценка деятельности любого руководителя. В том числе переход на эффективный контракт. Что значит? Ну, к примеру, Видновская гимназия. Видновская гимназия. Вот благодаря тому, что они вошли в зеленую зону попали, так называемое идет рентингование, зеленая, желтая, красная зона, оклад директора будет составлять 120 тысяч рублей. Это только оклад в дальнейшем. Те, кто в желтой зоне, у нас есть большинство таких учреждений, оклад будет составлять не менее 90 тысяч рублей. И в дальнейшем, если три года мы будем эту ситуацию удерживать, и руководители на местах будут поддерживать ситуацию. Я хотела спросить, соответственно, если оклад директора повышается, то и к окладу директора повышается оклад и педагогов остальных? В дальнейшем, конечно же, и будет стимулирование того кадрового потенциала и того состава, и заведующих, и учебные части. И, конечно же, в данном случае, если школа входит в определенные рейтинги и добивается успеха, конечно же, будет дополнительное финансирование, в том числе за достигнутые результаты. Мне особо хочется отметить и наших учеников, деток, потому что очень приятно. Я знаю многих их родителей, которые не только стали победителями нашего муниципального этапа Олимпиады, но дошли и до федерального уровня. Сегодня они являются уже студентами вузов. Кто-то, кто-то еще продолжает обучение. Очень приятно, что Ленинский район, конечно, и по иностранному языку, и по обществу знаний. У нас и в этом году есть неплохие результаты. Я уже говорю про текущий, хоть он окончательный, но с точки зрения календарного. В целом, конечно же, очень приятно. И плюс, вы посмотрите, и многие заметили, у нас с 1 сентября все школы, все школы Ленинского района обновили свою инфраструктуру. Я сейчас говорю и про первую. И про Видновско-художественно-технический лицей. В этом году мы делаем там пристройку. И видите уже визуализацию фасада и старую часть. А вы правильно сказали, как только звучит последний звонок, школа начинает готовиться сразу к 1 сентября. Вот к 1 сентября какие еще школы будут реновацию проходить? Ну, в данном случае имеете в виду пристройки. У нас Видновский художественно-технический лицей. И за счет этого мы сможем перейти на односменный режим. У нас строится школа новая в поселке Володарского. И как раз, о чем я говорил, в 2 раза мы уменьшили по сравнению с прошлым годом. В этом году у нас планы, чтобы у нас одна школа останется только в двусменном режиме. Процесс обучения будет вести. Это Видновская школа номер 7. Она самая большая в районе. Здесь у нас планы связаны, в том числе и с перспективой, с пристройкой к Видновской гимназии. И, конечно, к строительству школы в 5 микрорайоне, которая в дальнейшем позволит разгрузить. Ну, у нас это заявлено на 18-19 года. А в целом в этом году планируем с 1 сентября. Вот я сказал Володарского, почему важная школа. Потому что единственная в селе школа, в данном случае, которая ведет процесс в 2 смены. Мы благодаря этому, она уже, школа готова, сейчас идет пусконаладка, мебель, сборка мебели. Самое приятное отмывание. На самом деле, в этом плане, по ликвидации второй смены, делаем особое большое внимание, чтобы наши дети все-таки занимались в односменном режиме. Мы выполняли указанные показатели. Но ведь это не единственная школа, которая откроется в этом году. Я знаю, строится еще 11-я школа будущего. Мы только что в новостях об этом рассказывали. И продолжится ли традиция на 1 сентября открывать большое количество учебных заведений? У нас, как это, большие планы. Мы не только будем открывать 11-й. Мы вообще планируем как минимум 5 школ открыть у нас запрограммировано. О чем я говорю, в программе есть образование. Это и вторая после ее реконструкции, это и видновский художественный технический лицей. Это наша, соответственно, 11-я школа, школа Володарская, о чем я называл. И, наконец-то, я рассчитываю, что все-таки у нас будет открыта школа 1 сентября в совхозе имени Ленина. Потому что застройщик предполагал ее открывать еще в прошлом году. Нам она очень необходима в силу того, что все-таки в совхозе нам тоже нужно сохранить односменный режим обучения. И вот благодаря этому мы планируем 5 школ на территории Ленинского района с 1 сентября дополнительно еще войдут в муниципальную систему образования. А у нас вопрос от телезрителя. А какие планы по школьным стадионам? Остановилась программа или нет? Хороший вопрос. Все-таки программа, несмотря на то, что она существует 2 года, ударными темпами у нас шла. Почему говорю шла? Потому что она сейчас в завершающей стадии в силу того, что на всех школах, с исключением, я сейчас перечислю, какие в этом году у нас в планах, практически построены стадионы. Вот мы, если начинали в 2015 году, я так всегда называю, дедущие главы района Олега Владимировича Хромова, он в свое время совместно с депутатами, со спортивным блоком Ленинского района, с Нефантиевым Олегом Георгиевичем, пришли вот к такой хорошей идее. Начали мы ее реализовывать в 2015 году. В 2015 году мы сделали 4 стадиона при школах. Вот как раз первое видновский художественное техническое лице, четвертая школа, на базе шестой видновской совместной гимназии, седьмой школы, были сделаны 4 стадиона. Потом еще 9, вот в 2016 году, то есть 13. В этом году у нас останется небольшое количество, мы как раз-таки в развилке сделаем, очень важно, потому что там не хватает стадионов. В Петровском закончим, доведем дома в пятой школе, на Измайловской школе мы планируем в этом году открыть. И существующую школу, которая у нас была, Бутовская, первая, просто приведем в соответствии к программе «Школьный двор». Что я говорю? Камеры видеонаблюдения, отдельный доступ со стороны населения, режим обучения, дополнительные посты охраны, то есть приведем в соответствии к тем нормативам, которые мы сегодня предъявляем в рамках «Школьного двора». Может быть, кто-то не знает из наших телезрителей, надо сказать, что вот этот школьный стадион, он не только для школьников, его инфраструктурой могут пользоваться жители близлежащих домов, их оттуда никто не прогоняет. Ну, вообще идея, вы же помните, как раньше в спортзале свет горел чуть ли не до 12 ночи. Все-таки всю инфраструктуру спортивную, образовательную, там, где молодежная среда, нужно использовать по максимуму. Есть такое понятие у нас даже сейчас о рейтинговании использования спортивных площадок в части их до загрузки. В данном случае мы говорим, во время образовательного процесса есть определенное, значит, осечение, периметральное. Это образовательный процесс. Образовательный процесс закончился, спокойно открывается доступ к населению. В летнее время до 11 вечера жители очень востребованы. Выходные, все это открыто, значит, в зимнее время до 10 вечера спокойно могут заниматься. Выходные, как я сказал, когда школа не ведет процесс обучения, с самого раннего утра и до 10, до 11 вечера, все эти стадионы функционируют. Подсветка плюс безопасность видеокамер. Видеонаблюдение. Где-то на каких-то стадионах, там, где у нас плотно занимаются секции, мы изначально это планировали, потому что не хватало большой спроса. Вы видите, сколько у нас все-таки детишек. Футбольная секция у нас в том числе и раздевалки. Все это присутствует. И на самом деле очень приятно, потому что... Хороший пример. Если руководитель сам играет в футбол, и вы там завоевываете места, обыгрываете другие команды, то почему не тянуться школьникам всем? Ну, все-таки мы как раз должны равняться на школьников, а не на нас. Вот это вот наше взаимодействие конструктивное, да, оно позволяет все-таки стремиться к тому, что все-таки Ленинский район – это такая спортивная, дружная семья, и мы должны к этому идти в дальнейшем. Ну вот мы сейчас все говорим, все хорошо, все хорошо. Здесь исправляется, здесь все нивелируется. А что у нас с очередями в детские сады? Тоже расскажете, все хорошо? Нет, нужно всегда говорить правду, и правда, она очевидна, потому что вы все прекрасно помните, что я в данном случае сейчас говорю, если говорить по Ленинскому району, довольно-таки ситуация неплохая. Почему? Потому что за исключением городского поселения видно. Почему? Потому что вот в некоторых поселениях, мы, к примеру, в Булатниковском открывали садик в том году на 340 мест, город детства 22-й, мы уже открывали 8 групп, из них 7 были с 2 до 3, а одна с 1,5 до 2. В этом году мы планируем еще 2 детских. То есть это самый востребованный возраст. Это самый востребованный возраст, и я даже говорю с точки зрения того, что одно дело, когда мамы обращаются, что 3 года прошло там в декрет, на работу выходить. Но все-таки есть другая составляющая, она немаловажная. Все-таки после полутора лет, декретный там в 50 рублей, я считаю... После полутора лет не платят вообще ни копейки. Ну, есть, нет, по 50, значит. В целом, конечно же, ситуация связана в том числе с материальным достатком родителей, в данном случае, и мамы хотят выйти на работу. Поэтому сейчас основное направление у нас связано в том числе с 2 до 3. По поселениям, мы в Володарке, мы вот садик сейчас построили, будем открывать на 230 мест. Мне кажется, один из лучших. Володарка теперь такая большая. Володарка нас полутора лет будет принимать. В развилке реконструируем. Видно, вы видите, те садики, которые с временем были куплены коксогазовым заводом. На Садовой мы Ласточку капитально отремонтировали в том году, открывали. В этом году на улице Гаевского, вы видели, стоял заброшенное здание садика. Как он сейчас реконструируется и преобразуется. Мы дополнительно еще создаем не менее 120 мест. Ромашка возле бассейна «Дельфин». Реконструкция позволит также создать не меньше 200 мест в целом после результатов реконструкции. Вообще под 300. В шестом микрорайоне у нас в планах как минимум один, а может быть даже два получится. В Булатниково, о чем я сказал, там вообще у нас хорошая история. В том плане, что мы в свое время частный садик открывала компания «Мортон». Сейчас правообладатели компании «Пик», которые выкупили «Мортон», был детский садик как раз за поликлиникой «Бутово парк частный». Мы его сейчас забираем в муниципальную собственность. Но 200 обязательств они на себя взяли. Взяли, конечно. И мы дополнительно еще создадим места муниципальные. В том числе основной акцент будет уже для детей с двух до трех. Но если мы говорим все-таки про город «Видно», здесь ситуация немного хуже. Все-таки тот объем строительства, который здесь шел, большими темпами, он не был и не подкреплялся социальной инфраструктурой. А сейчас просто приходится догонять. Конечно. Так как в принципе и о чем говорит глава себя, мы где-то минимум лет на 7-10 отстаем и по социальной, ну и по дорожной. Неспроста сейчас и занимаемся дорогой из шестого микрорайона. В данном случае по дошколке мы отстаем. Но в любом случае в планах у нас в этом году как минимум 3, а даст Бог получится, 4 детских садика открыть. Но здесь пока решаем вопросы с очередностью с 3 до 7. Но в любом случае ту задачу, которую мы перед собой ставим, чтобы не только во всех поселениях, но и в городском поселении видно. У нас все-таки детки начинали ходить с 2 до 3. У нас сейчас есть два детских садика, которые принимают. Но это две группы. Всего лишь Солнышко 9, их 2 до 3 мы одну группу принимаем. И в Лесной сказке номер 7 в шестом микрорайоне также. Их пока две группы. Хотелось бы, чтобы их было больше, как в других поселениях. Но в любом случае будем к этому стремиться обязательно. Ну я хочу сказать, что в Ленинском районе строятся не только объекты образования. Поэтому внимание на экран. Узнаем, что еще. Строительство корпуса было начато в 2015 году в рамках государственной программы здравоохранения Подмосковья. Заказчиком объекта является администрация Ленинского района. Всего на возведение здания, которое осуществлялось по индивидуальному проекту, было потрачено более 240 миллионов рублей. Сложнее еще нигде нет вентиляции, как вот она разделена в инфекционном корпусе тут по четырем линиям, чтобы не было пересечений. Один корпус, вот, он снабжен, допустим, семью лифтами. Чем еще корпус интересен этот? Допустим, он имеет в здании 12 входов. Площадь корпуса составляет без малого 5000 квадратных метров. Он рассчитан на 40 койко-мест. Здание переменной этажности на 3-4 этажа. При этом здесь целых 7 лифтов. Главная задача, которую удалось решить, чтобы больные не пересекались и не контактировали друг с другом. Тем более, когда речь заходит о маленьких пациентах. Передали стол для грудных детей. То есть все необходимое. Замечательно. Ну, это свешенного типа, да. Дети, взрослые, подростки, все могут сюда поступать. В скором времени сюда переедет детское инфекционное отделение Видновской больницы, которое пока ютится в основном здании. Мы так долго ждали этот корпус. Мы очень рады, что этот корпус наконец построили. И он соответствует всем современным требованиям такого педиатрического инфекционного отделения. Вот. И мы благодарны, конечно, нашему правительству, администрации района за этот подарок, который они преподнесли детям нашего района. И я думаю, нам будет здесь хорошо работать. Главное управление Государственно-строительного надзора Московской области после инспекции здания выдало заключение о соответствии техническим регламентам. А это значит, объект на 100% готов к воду в эксплуатацию. Очень скоро здесь будут принимать первых больных. Максим Козлов, Алексей Руднев, Ольга Садовская. Видное ТВ. Все самое современное, все самое красивое, все очень технологичное. Расскажите, вы посещали этот объект неоднократно. Ну и, конечно, может быть число, когда это оформится уже. Больница будет похожа на больницу, и там будут свои пациенты. Ну, в Ленинском районе особое внимание в том числе выделяется не только в сфере образования, но и здравоохранения. Вот прекрасное здание инфекционного корпуса, как по проекту у нас. Мы, конечно, начинали с учетом того, что в 2015 году вынуждены были нерадивого подрядчика выгнать, расторговать заново. И вот буквально там чуть больше года новый подрядчик нам сделал такое прекрасное здание, которое позволяет нам в целом решить ту наболевшую проблему, которая всегда была в Ленинском районе. Это с детским инфекционным корпусом, зданием, отделением. И в дальнейшем вести ту деятельность в области здравоохранения. Мы совместно с здравоохранением сейчас отрабатываем, и правильно было сказано в репортаже, что выдано уже заключение соответствия, так называемый ЗОС есть, такой пресловутый у строителей. Насколько это приближает к открытию? Это приближает к открытию, не к открытию, в первую очередь, а к дальнейшему нужно было получить разрешение на ввод. Разрешение, так называемое РВ, разрешение на ввод получено. Сейчас мы занимаемся с учетом того, что полномочия в области здравоохранения перешли на уровень правительства Московской области, оформлением передачи в собственность Московской области. А в дальнейшем уже учредитель Видновской районной клинической больницы и других учреждений здравоохранения будет принимать решение, в том числе и по факту функционирования. На сегодняшний день мы в стадии заключения договора безвозмездного пользования. В ближайшие, я думаю, месяц спокойно это передаем в Московскую область. И даст Бог, вот в этот период, после начала второго полугодия, торжественно, конечно же, мы откроем хорошее, очень многофункциональное и современное здание. Мне особо хочется, если уж в сферу здравоохранения затронули отметить, что мы и все-таки открыли немаловажно хороший объект здравоохранения, поликлинику в микрорайоне Бутовый парк. Почему делаю акцент на ней? Потому что она по самым современным стандартам, оборудованию, технике, истории связана с брендбуком современным, с открытой регистратурой, дистанционная запись. И это нам позволило ей стать одной из лучших. Она выиграла конкурс вежливых регистратур в Московской области. Мы сейчас заявились на федеральный уровень в части данной поликлиники. Более того, немаловажно, она все-таки поликлиническое обслуживание не только взрослого населения, но и детского. Я вот общался и с Юрием Михайловичем Борисовым, это заведующим детской нашей поликлиники, Радимиром Ильичем, лучше стало. Потому что, да, была перезагрузка, сейчас процесс нормализуется. Хотя есть тоже определенная потребность в целом. Плюс у нас сейчас реализуется неплохой проект. В целом он очень интересный. На территории сельского поселения Молоковское. В селе Молоково строится Молоковская участковая больница. Потому что, вы помните, то здание было признано аварийным. Сейчас мы строим больницу с поликлиническим обслуживанием и взрослым, и детским. И со стационарами. В целом, вот это взаимодействие, конечно же, и реализация этих проектов позволит улучшить, гораздо улучшить. Потому что, если в целом брать историю, объекты здравоохранения на территории Ленинского района довольно-таки давно не появлялись. Ну, нам есть чем гордиться. Мы вот сегодня еще в эфире не произнесли хорошие слова в адрес нашего перинатального центра. Они заслуживают их, мне кажется, во многом благодаря руководителю и персоналу, который там работает. Есть что добавить по перинатальному центру? Ну, перинатальный центр – это наш флагман. Они выше всех и порождаемости. Как правило, в два раза. Вот даже сейчас вот мне статистику давали. К примеру, результаты начала 2017 года. По сегодняшний день, если норматив по области, там, на тысячу жителей, норматив рождаемости 11,3, то перинаталка нам дает более 24%, то есть выше показателей областного, более чем в два раза. Это говорит, конечно, о их профессионализме. Ну, и здесь не остались в стороне, перинатальный центр преобразуется. Вы прекрасно видели, что был сделан ремонт, обновился фасад у нас. В целом мы будем в дальнейшем уделять внимание сфере здравоохранения. Планируем капитально отремонтировать и третье хирургическое отделение, и на базе детской поликлиники создать клиникодиагностический центр в рамках 12 округа. Также будет ремонт, современное оборудование будет доставлено. Вот Вы говорили, что мы торжественно откроем детское инфекционное отделение. А когда мы торжественно закроем взрослое инфекционное отделение? Ну, здесь все-таки я акцентируюсь на систему здравоохранения в честь того, что они должны принять для себя решение, как в дальнейшем будет функционировать новое здание. Исходя из этого, я думаю, что они примут решение по в целом деятельности взрослого инфекционного отделения. Мы готовы поддержать любое начинание, в том числе, самое главное, это создать инфраструктуру в любом учреждении. Будто это перинатальный центр, станция скорой помощи, там, Винновская районная клиническая больница, простая амбулатория, либо ФАП, либо офис врача общей практики. Мы в любом случае стараемся здесь помогать. И в любом случае будем открывать у нас, кстати, планы в этом году. Вот Вы затронули 11-ю школу. Там рядом мы планируем открыть офис врача общей практики. Немаловажно, все-таки в 6-м микрорайоне есть большая потребность. А что делать с кадрами? Вот открываем мы новое учреждение здравоохранения, а как мы привлекаем людей к работе в них? Ну, вообще, хороший вопрос. Вы затронули все-таки в прошлом году так называемая была стратегия 2000 Андрея Юрьевича, это привлечение врачей в систему здравоохранения. Мы понимаем о том, что у нас также был дефицит, и он был открыт, особенно в системе Видновской районной клинической больницы, станции скорой помощи, приняли ряд мер. Ну, самое главное, которое, наверное, все знаете, и правильное в данном случае, это предоставление жилья. 57 семей, вот вдумайтесь просто, такого в истории даже не было, 57 семей в системе здравоохранения за 2016 год улучшили жилищные условия. То есть 57 ключей от квартир получили. Плюс мы пошли дальше. Мы ввели в бюджет компенсацию за аренду жилья. Соответственно, есть люди, которые отработали, заслуженные, в первую очередь. А есть, к примеру, тот, который специалист приходит. И мы ему, соответственно, он снимает жилье, определенный пакет документов, не такой уж сложный, как правило, это не было, чтобы недвижимость на территории Ленинского района, значит, предоставляет пакет документов, компенсируемым за аренду жилья 15 тысяч в месяц. Все-таки это немалые вещи. Поддерживаем молодых специалистов по 5 тысяч после вузов, окончания платья. Немало важную еще играет роль, в том числе, компенсация транспортных расходов. Мы не просто их компенсируем, мы их увеличили, потому что у нас много людей добираются и с ожерелья, и со Ступинского района, за счет того, что у нас здесь лучше условия. Плюс мы сохранили компенсации в сельской местности, особенно в амбулатории Горки-Ленинске. Всегда вот систему здравоохранения поддерживаем. И благодаря вот этим усилиям мы в прошлом году привлекли дополнительно 78 специалистов. Да, понятно, увольняются, приходят, но в итоге, в плюсе, по сравнению с другими муниципалитетами, у нас 49 специалистов вошли в систему здравоохранения. Дмитрий Владимирович, ну вы уже просто ошарашили цифры, вот это вот 57 квартир. Я почему это в прошлом году? Хочу дополнить, что все-таки в преддверии, как раз-таки на следующей неделе, мы с вами будем отмечать День медицинского работника. День здравоохранения. Мы также в этом году, глава дал поручение, выделили жилье. Еще 21 ключ от квартир получит у нас 21, как минимум, специалист. А есть разные истории. Есть, когда мы выдавали семье, а он оказался в скорой помощи, во взрослой поликлинике, семьям выдавались. То есть еще будут выделяться квартиры в системе здравоохранения. О чем это я только сказал? Я призываю не останавливаться, потому что мы должны заботиться о людях, которые в свою очередь заботятся о нас. И забота этого заключается в том числе и в профилактическом обследовании. Я плавно перевожу тему на диспансеризацию. Это хорошо забытое старое, скажем так, в советских времен поднятое. И как вы считаете, люди уже поняли, что диспансеризация необходима? Или пока все-таки мы их затягиваем в эти кабинеты? Вы знаете, как раньше нам в детстве говорили, да, береги здоровье с молоду. Так и здесь системы диспансеризации, просто сравниваю с учетом в том числе активности граждан в части диспансеризации. Вот в этом году у нас 18 план, так называемый, мы перед собой ставим. Может быть он больше статистический. Но на выходе мы должны понимать, сколько людей реально прошли диспансеризацию. Потому что мы по результатам первого этапа отправляем на второй. Где если есть уже какие-то определенные заключения, чтобы в дальнейшем оперативно вмешаться, постараться людям и жителям помочь на своевременном этапе, если есть определенные заболевания, чтобы людей помочь поправить здоровье. Но вот по сравнению с прошлым годом, мы в целом достойно прошли диспансеризацию. Но активность этого года, у нас 18 434 план, уже прошли более 7 тысяч жителей Ленинского муниципального района диспансеризацию. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Но я к чему все это веду? К тому, что все-таки мы донесли до жителей ту историю, связанную с тем, что лучше перебдить, как говорят в народе, заранее прийти и сделать обследование. Профессиональное обследование, все-таки оборудование. Бесплатное. Абсолютно вы правильно говорите. Начиная с 2021 года, раз в 3 года обязательно нужно его делать. Если возраст кратен трем, то, пожалуйста, можете обжить. Обязательно нужно. И вот данные мероприятия, конечно же, нам позволили в целом поправить ситуацию, в том числе и с осмертностью. У нас есть также указанные показатели в области кровообращения. Это в том числе связано с легочными заболеваниями, с туберкулезным направлением, с рождаемостью, в том числе младенческим. Есть так называемые показатели, которые заявлены на федеральном уровне. Вот благодаря этим всем усилиям, но самое главное, на что это направлено, еще раз говорю, это не статистика. Это о том, чтобы жители Ленинского района, да и в целом мы с вами заранее знали о том, что все-таки диагностика показывает, что у нас, дай бог, все, слава богу. Либо если есть какие-то проблемы своевременно, смогли специалисты отреагировать. Вот сейчас смотрит нас один из телезрителей и спрашивает, а где же можно узнать про расписание диспансеризации? Ну, как такового расписания нет? Нет, ну, оно стандартное. На базе взрослой поликлиники бывает амбулаториях, там в основном связано в простые будние дни. На поликлинике в базе взрослой поликлиники с 8 утра до 14.00, это в будни. Плюс раз в месяц каждую субботу, значит, так же там с 8 до 2, проводится единый день диспансеризации, когда специалисты в субботу, как правило, больше приходят жителей, более в массовом режиме принимают всех жителей. То есть основное время, которое, прием ведется врачами, это с 8 утра до 14.00, соответственно, в будни. А теперь мы соединим две темы – образование и здравоохранение, и получим летний оздоровительный отдых. Вот мы еще об этом ничего не сказали. А телезритель уже волнуется и спрашивает, а как получить путевку в детский лагерь? Кому они в первую очередь выдаются? Куда может поехать мой ребенок? Вопросов уже много. Ну, правильные вопросы. У нас все-таки здравоохранительная компания, она формируется вот так вот в комплексе. Есть пришкольные лагеря, которые у нас в этом году с каждым разом становятся больше, в том числе и за счет открытия новых школ, потому что мы их делаем и при школах, и при дошкольных учреждениях. И не менее 25 будут существовать пришкольных на базе, о чем я сказал, и детских садов, и наших общеобразовательных учреждений. Это будет одна смена? Есть и одна смена, и двухсменных, как правило, меньше. В две смены. Уже лагерная оздоровительная компания началась, и дети проходят определенное оздоровление. И вы это, наверное, все прекрасно видите, потому что у нас все учреждения образования присутствуют в соцсетях, и очень сразу понятно, не обязательно даже нужно ходить, потому что всех не обойдешь, и сразу все видно о том, что оздоровительная компания началась. Мы, конечно же, особый акцент делаем и на трудной жизненной ситуации, дети, находящиеся совместно с Министерством социального развития Московской области. У нас дети более 150 путевок будет приобретено и поедут в Крым. Мы, конечно же, поддерживаем и талантливую молодежь. У нас в Болгарию будут поездки. Мы, в том числе, используем разные досуговые формы, в том числе не только при школах, но и в целом на территории Ленинского района. У нас есть и палаточные лагеря, и на Селигер у нас есть уже сложившиеся традиции. Дети вместе с педагогами делают выезды. В целом, если вот эти охваты, о чем я сказал, взять в комплексе, мы планируем оздоровить не менее 11 тысяч детей. Это большой такой показатель. Выделяется не менее только со стороны муниципалитета 15 миллионов рублей на все эти мероприятия совместно с областью. Это гораздо большие цифры. А если есть потребность от родителей, если задают такие вопросы, можно обратиться в воспитательный отдел управления образованием, это школьная 64, там обязательно помогут. Дмитрий Владимирович, а вот вопрос такой. Вот ребенок остался в городе на лето, и будут ли какие-то культурные программы для детей, или это концерты, выставки, экскурсии? На что мы можем рассчитывать, спрашивают родители? Да мне кажется, даже когда оздоровительная кампания начиналась, у нас каждые выходные один клоун Аликса, чего стоит на всех площадках. Да, скучать не приходится. Да, задействованы. А так, на самом деле, совместные учреждения культуры и наши территориальные советы молодежи, отдельно им спасибо, очень активно принимают участие. Всякие площадки интерактивные у нас в парках, в домах культуры, при школах, при садах, на детских площадках, все это будет задействовано. Если есть определенная потребность и желание, спрос, могут обратиться и в учреждения, и в управление также образованием, и в культуру, либо, о чем я говорю, могут написать, либо, если есть обратная связь, я с удовольствием запишу, свяжемся, либо написать мне на почту. Дмитрий Волков, собака, inbox.ru. На телеканале «Видное ТВ» афиши выходного дня. Мы стараемся анонсировать все мероприятия, которые могут заинтересовать вас. Ну, если здесь уж нужно персонально, мы всегда готовы сопроводить. Ну, и мы в самом начале нашего эфира анонсировали еще одну тему, это социальная политика. А сегодня, вот прям именно сегодня, 8 июня, день социального работника. На самом деле, я с удовольствием присоединяюсь к поздравлениям и хочу поздравить. Даже мне иногда трудно подобрать слова все-таки тех людей, которые выбрали для себя с одной стороны очень нелегкую, но с другой стороны благородную профессию. Профессию того, что их компетенция, профессионализм, их душевное состояние позволяет в первую очередь оказывать помощь тем, кто в этом нуждается. Я хочу им сказать спасибо, выразить слово благодарности, дай Бог им всем здоровья за то, что они делают, и поздравить с Днем социального работника. Вот сегодня было торжественное поздравление. В основном поздравляли, вручали награды и благодарности. В основном я ассоциировал это с тем, что все-таки восьмерка, 8 июня было ассоциировано с 8 марта. В основном выходили все женщины. Еще раз подчеркиваю, что этот труд, нелегкий труд, держится на женские плечи. Но очень приятно, что система социальной защиты и по линии бюджета нашего района уделяется особое внимание. Не менее 120 миллионов мы выделяем на все мероприятия, связанные с материальной помощью, с трудножизненной ситуацией, поддержка малобеспеченных и многодетных. Конечно же наших ветеранов и других сфер, в том числе и главой в прошлом году, а в этом году поддержал, мы поддержали так называемую категорию «Дети войны» и выплаты также и в этом году производили. По всем линиям соцзащиты хочется сказать им спасибо. И мы всегда готовы, как говорится, стоять на страже, держать руку на пульсе, чтобы оказать ту посильную помощь тем, кто реально в этом нуждается. И еще раз хочу, коллег, поздравить с этим замечательным праздником. Ну а от людей, которые помогают, мы хочу перейти к людям, которым необходима помощь. И несколько слов, потому что эфир подходит к концу. Хочу, чтобы вы уделили доступной среде. Да, действительно. С одной стороны, я рад, что нас это обязывает. Все-таки на федеральном уровне принят закон, доступность. Мы особо уделяем этому внимание. Почему говорю? Потому что в прошлом году минимум должен быть 50% в данном случае по социальной сфере доступности учреждений. Мы выполнили этот показатель. В этом году мы ставим для себя более громоздкие планы. В том плане, что уйти за 70%. Не только учреждения социальной сферы должны быть доступны. Маломобильным группам мы делаем отдельное направление. Но сейчас подключили в том числе и учреждения коммерческого сектора. А каким образом их вовлекать в эту программу? Это очень легко делается. Я имею в виду в плане того, что нужно с людьми встречаться, договариваться и доводить до них действующее законодательство. И те требования, которые мы... А там есть какие-то рычаги? Обязательно. Рычаги одни. Нужно встречаться. Все вменяемые. Просто люди иногда не знают. Это я вам говорю про потреб рынок. У нас есть определенный реестр тех организаций. В том числе это связано не только социальный сфектором, но и сектор промышленности, потребительского рынка. Мы все встречаемся, спокойно обсуждаем, все вменяемые. Единственное, разрабатываем план мероприятия, как модно сейчас говорить, дорожную карту. И вот в этом году мы с удовольствием выйдем на те показатели, чтобы сделать доступную среду еще лучше. А почему я сказала, есть ли рычаги? Потому что иногда коммерческие структуры следуют законодательству и ставят необходимые пандусы. Но эти пандусы, по ним можно забраться только, допустим, здоровым людям. И то не каждому. Пандус есть. А вот сможет ли им воспользоваться человек, которому он необходим, еще не всегда. Я здесь вас поддержу. То есть здесь основной акцент должен, что не нужно увлекаться от того, что вот мы якобы сделали. А все-таки если мы беремся за это дело, нужно делать соответствие с нормативами. И как раз таки здесь специалисты и служб управления социальной защиты есть хорошие специалисты. И мы в этом уже руку набили. Мы знаем те нормативы, те отклонения, которые должны, если мы говорим по пандус, тот уровень, который должен совпадать, конечно же, доводить в рамках действующего законодательства. И тогда спокойно человек с ограниченными возможностями сможет иметь доступ к той или иной услуге, которая ему жизненно необходима. Дмитрий Владимирович, мы сегодня с вами выбрали три темы. И так коротко остановились на каждой из них. Может быть, образования чуть больше мы затронули. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу вас пригласить и в следующий раз не делать такие перерывы в наших эфирах. Приходите к нам чаще. Мы будем больше углубляться. И больше будет польза нашим телезрителям. Они будут больше знать ответов на свои вопросы. А сейчас благодарю за то, что... Спасибо. Мы всегда рады общаться с вами, с Видное ТВ. Вы большие молодцы. Большое спасибо. Напоминаю, что сегодня у нас в студии был первый заместитель главы администрации Ленинского муниципального района Дмитрий Владимирович Волков. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok